МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «День города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Сегодня выпуска. Вопросы для президента. На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Рязанскую область упомянули дважды. Сахар и масло под контроль. Общественники призвали разрешить губернаторам замораживать цены. Год за два в Рязанской области отправили под суд уклонистов от армии. И банем быть после ремонта комплекс на улице Семена Середы снова будет радовать любителей пара. Ежегодная встреча Владимира Путина с журналистами прошла в необычном формате в режиме видеоконференции. Наши коллеги постарались охватить все резонансные темы. И дважды речь заходила о Рязанской области. Главный минус уходящего года, понятное дело, коронавирус. Пандемия уронила ВВП на 3,6%, но это намного меньше остальных стран Европы. При этом в стране снова рекордный урожай и валютный резерв вырос до 587 миллиардов долларов. Единение народа при общей угрозе, по словам Владимира Путина, главный плюс. Государство серьезно тратит на здравоохранение. 10 миллиардов отправлено в регион на бесплатные лекарства для больных короны. И вот здесь впервые Владимир Путин заговорил о Рязанской области. Из Рязанской области мы живем в небольшом городе, и до нас никак лекарства не доходят, именно бесплатные. Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом было давать лекарства бесплатно, но этого нет. У нас, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Это Рязанская область. Коршунов Владимир Николаевич. Вот я хочу и, Алифтин, вам, и тем, кто к вам обратился, и Коршунову Виктору Николаевичу сказать следующее, что мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой СИЗОВ, там, средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязанской области, знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают совсем недавно, в том числе из тех, которые прозвучали сейчас, докладывали, что там все в порядке, все выдается. Ну, бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть. Но, судя по количеству обращений на эту тему, все-таки это вопросы не единичного характера, а проблемы общего. Посмотрим на это повнимательнее. Обязательно это сделаем. Не дожидаясь окончания пресс-конференции, прокуратура Рязанской области практически сразу заявила об организации проверки. Ее результаты мы узнаем в ближайшее время. Еще одна народная тема – рост цен на продукты. Владимир Путин назвал происходящее технической ошибкой федерального правительства. За последние шесть лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, даже и 134, там побольше, может быть, будет. Может быть, до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Это первое. Второе – сахар. Мне когда-то говорили, надо прикрутить, надо прикрутить нам тростняковый сахар. Надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Ведь министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет? Достаточно тоже. Вот это, а почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена. Значит, и внешний рынок пошел больше значительно. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо. Еще одно упоминание Рязанской области пришло из Тулы. Именно там был организован один из региональных журналистских хабов. Что происходит, глава государства понял не сразу. Один из таких чиновников вытащил, спас семь человеческих жизней. Вначале он спас двух стариков, получил контузию. И в дальнейшем вернулся за матерью с двумя детками, восьми лет и пятимесячным малышом. А также за двумя стариками. И все это продолжаясь под снарядами. Владимир Владимирович, жители нашей области подписали в ваш адрес подписи с просьбой присвоить ему звание Героя Российской Федерации. Зовут его Игорь Греков. Владимир Владимирович, на месте происшествия, на месте взрыва, был министр МЧС Зинчев Евгений Николаевич, который видел все своими глазами. Как вы считаете, Владимир Владимирович, он, Греков Игорь, заслужил звание в мирное время, спасая человеческие жизни, рискуя собой? Если человек в мирное время рисковал своей жизнью для того, чтобы спасать жизни других людей, он, безусловно, заслуживает государственные награды. Мы подумаем, какой именно. Но то, что вы обратили на это внимание, Саша, вам большое спасибо. Значит, вы такой внимательный, душевный, добрый человек. Это вам делает безусловно честь. И детишки ваши будут воспитываться в очень доброй, хорошей среде. Я желаю вам всего самого доброго. Форум ОНФ должен был быть в этом году. Он перенесся, и мой коллега направлял туда ролик. И так получилось, что каким-то образом этот ролик оказался в сетях. И теперь у моего коллегу началась настоящая травля. Готовил видеоролик, видеосюжет о проблемах города, связанных с Новоризанской ТЭЦ. И этот ролик, который был только у меня, у ОНФ Рязанского и Центрального Московского, он был слит в социальные сети. И, как уже сказали, меня там оскорбляют. Держитесь, мужайтесь. Ну что, ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну что теперь сделать? Период самоизоляции Владимир Путин, по его словам, проводит, как все. К информационным вбросам в отношении себя относятся спокойно. А главный тост на Новый год будет пафосным. За Россию. Регулировать стоимость базовых продуктов и бензина призвали сегодня госструктуры представители Общественного совета при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы. По нынешним нормам замораживать цены губернатор может только в одном случае, если в течение месяца рост составил более 30%. Эту цифру, по мнению общественников, необходимо скорректировать до 10 или 15%. Продовольственные рынки в этом году были главным объектом внимания региональной антимонопольной службы. Рост цен на базовый набор молоко, сахар и подсолнечное масло, о которых говорил недавно президент страны, служба взяла под особый контроль. На заседании Общественного совета при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы России пообещали жестко реагировать на изменения. В настоящее время осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен на продукты питания, прежде всего включенный в перечень социально значимых продуктов питания. И при установлении фактов завышения мы будем принимать меры реагирования, в том числе и внеплановые выездные проверочные мероприятия совместно с органами прокуратуры. При Рязанском у ФАС России работает горячая линия, куда каждый гражданин может обратиться и оставить информацию о необоснованном, как им кажется, росте цен на продукты питания. Подобная информация, поступающая от граждан, проверяется в рамках контрольных мероприятий. То же самое касается и контроля за розничными ценами на бензин. Поводов для беспокойства нет, вроде бы, но цена-то растет. Мы тоже в постоянном режиме смотрим за ценами, показывают, что таких явных, ярких злоупотреблений организации уже не допускают. И каждое повышение цен мы анализируем причины, и, как правило, они обоснованы. Это либо рост акцизов, либо это какие-то инфляционные процессы в себестоимости, либо это оптовая надбавка, оптовая цена. И в такой ситуации мы сообщаем сведения в Центральный аппарат, который как раз является полномочным по контролю за оптовой реализацией нефтепродуктов. Стоимость топлива, разъясняли антимонопольщики, зависит от оптовых поставщиков. Как уверяют продавцы, розничная цена на 90-95% близка к закупочной. И за последние пять лет в Рязанской области к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства розничных участников не привлекали. Пока. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рейды военкомата и полиции приносят свои плоды. Сразу два уголовных дела на молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, отправил в суд московский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Паризанской области. Каждый из парней называл свою причину отказа, но ни военкомат, ни правоохранители не сочли их уважительными. О том, кто поставил пятно на свою репутацию, далее. Это сегодня звучит удивительно и даже странно. Но тех, кто после реформы российской армии все еще бегает от призыва, хватает. По данным Рязанского военкомата, в разыскных списках около 500 человек. Игра в кошки-мышки в итоге заканчивается плачевно. Тех, кого уже поймали, теперь ждет суд, как в случае с двумя рязанскими парнями. Их история банальна. Получил повестку, спрятался, на медкомиссию не явился. Не нашли военные, найдут следователя. Нами была проведена проверка, данные граждане были установлены, получены от них соответствующие объяснения. И ввиду того, что у них отсутствовали какие-либо уважительные причины, неявки в указанный день военный комиссариат в отношении них, были ли возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мотивация у всех бегунков, конечно, разная, но доводить дело до суда сегодня, наверное, как-то уже стыдно. Мало того, что быть подсудимым, то еще испытание, так они же еще и поставили крест на своих жизненных перспективах, о которых следователи наверняка говорят уклонистам постоянно. Закрыта дорога в правоохранительные органы, в судебную, в адвокатуру. Там, где государственные интересы, дорога навсегда закрыта. Для чего делать такой выбор, я не понимаю, но выбор у каждого человека есть, и каждый самостоятельный. Два уголовных дела для декабря еще не последние. Следователи готовят еще одно, сотрудники военкомата в поиске остальных. Служить год или сидеть два, это, конечно, каждый решает для себя сам. Но даже если все обойдется штрафом, а он предусмотрен до 200 тысяч рублей, стать потом изгоем в обществе – удовольствие сомнительное. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Бани на улице Семена Середы заработают снова. Об этом 16 декабря сообщал начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно. Сейчас муниципально-коммерческий центр определяет арендатора, который будет обслуживать здания и коммуникации. Этот банный комплекс на Семена Середы пользовался угрожен особой популярностью. Сейчас он закрыт, и данный факт не перестает волновать рязанцев. Помещение требует косметического ремонта, а часть оборудования пришла в негодность. Прежний арендатор ООО «Банный сервис» не особенно заботился о состоянии комплекса. Власти по решению суда расторгли соглашение с ним. Муниципальное предприятие МКЦ занялось приемкой имущества и проверкой оборудования. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, к любителям бани, развеять все слухи про то, что баня никогда не заработает, что здесь не ведутся никакие работы. Хочу вас уверить, что в настоящее время муниципальное предприятие, муниципальный коммерческий центр ведет все работы согласно федеральному законодательству по выбору арендатора. Арендатор определится уже в этом году, в конце этого месяца. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. В мужском и женском залах сделают косметический ремонт, заменят мебель, отремонтируют техническое оборудование или модернизируют его. К этим работам приступят сразу после оформления необходимой документации. Еще хотелось бы отдельно отметить, что социальную направленность банный комплекс не потеряет, а наоборот только будет расширять спектр услуг, временные отрезки, где люди, имеющие льготы, смогут воспользоваться банным комплексом. Его направленность будет ориентирована на, повторюсь, любителей бани, на семейный отдых и на здоровый образ жизни. Андрей Михно, курирующий работу муниципального коммерческого центра, рассказал, что бани на улице Семена Середы откроются в начале весны 2021 года. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте www.egorod62.tv. Всего доброго. Продолжение следует...